Всем привет! С вами Территория машин. Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам об экспортной вести и регистраторах для гаишников. В модельном ряду почти каждого советского автозавода были экспортные версии. Совершенно неожиданно на советских машинах появлялись катализаторы, дизели или особые элементы дизайна. Для некоторых стран существовались совершенно уникальные машины, как, например, Лада Кабриолет. Цель была одна – занять свое место на рынке, а желательно еще и отвоевать долю у конкурентов. Надо сказать, что получалось это у советских людей достаточно хорошо. И дело даже не в Восточной Европе. Те же Лады продавались даже в Канаде. Вазовская «пятерка» была одним из самых популярных автомобилей в Англии среди тех, кто хотел сэкономить. Время шло, и наш автопром безнадежно отстал. Да и вообще ушел со многих рынков. Но, судя по всему, грядут перемены. Автоваз рассказал, как будет выглядеть экспортная версия «Лада Веста». Да-да, опять возвращаемся к прошлому. Так вот, автомобиль адаптируют под нормы Евро-6. Этого требует законодательство Евросоюза. Весту оснастят датчиками давления в шинах и сигнализацией о непристегнутых ремнях для всех пассажиров. Главное отличие внутри — новая панель приборов с дневным режимом и оранжевой подсветкой. Новая мультимедийная система умеет говорить на немецком и английском, да и карты Европы уже установлены. Говорят, что некоторые эти изменения появятся и на российских машинах. Ну, чтобы народ не возмущался. Мы только и слышим о взятках. Берут чиновники, врачи, судьи и прочие товарищи. И, конечно же, гаишники. Куда без них? Руководство ГИБДД начало от такой ситуации уставать и решило принять меры. Уже в следующем году взятку гаишнику будет дать очень непросто. На теле каждого дорожного полицейского будет видеорегистратор, который будет работать непрерывно. По замыслу начальников это резко снизит желание коррумпировать и коррумпироваться. Прекрасная цель. Несколько лет назад регистраторами снабдили патрульные автомобили, однако брать нечистые на руку сотрудники меньше не стали. Это была территория машин. Не забывайте пристегиваться. Территория машин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова